Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем читать первую книгу Паралепименона. Как я говорил ранее, в первых главах до 12 главы нету святатических комментариев на этот текст. В том смысле, что он почти не имеет никаких сюжетных линий, а здесь просто перечень имен. Девятая глава, о которой мы сегодня будем говорить. Данную главу надо понимать, что она из генеалогических записей состоит. Но цель самих этих записей заключается в том, что когда они вернутся из Вавилонского плена, чтобы каждый знал, какому наделу земли он принадлежит, какому колену он принадлежит, где он должен жить и какое служение он должен совершать. Такой как бы смысл этих генеалогических записей. И девятая глава, ее начало, так были перечислены по родам своим все израилетяне. И вот они записаны в книге царей израильских. Иудеи же за беззаконие свои переселены в Вавилон. Здесь мы видим, что в книге Пименон есть ссылка на книги царей. А в книгах царей, которые мы читали с вами, там ссылки есть на летописи. То есть на книгу Пименон. Таким образом мы можем предположить, что существует такая внутренняя взаимосвязь между одним и другим текстом. Возможно, что были какие-то общие редакции этих текстов. Но в целом, как бы, первую книгу царей связывают с Самуилом, пророком. И вторую книгу царей тоже с Самуилом, пророком. Они называются «Первая Самуила, вторая Самуила» в еврейской традиции. «Алиф» — «Сефер Шмуэль» и «Бейт» — «Сефер Шмуэль». «Алиф» — это первая, «Бейт» — вторая. Но в целом, конечно, вот такую внутреннюю связь между книгами, хотя мы ее и устанавливаем, но при всем при этом, как это взаимодействовало одно с другим, например, при написании книг царей, была ли книга Паралепименон в таком полном виде, в каком мы ее сейчас имеем, или нет, здесь предположить сложно. Потому что если вспомнить, как летописи записывались на Руси, то каждый летописец продолжал летопись с того момента, где остановился предыдущий летописец. Таким образом, хроники, летописи, как бы один текст продолжает другой текст. И по этому принципу, возможно, создавалась книга Паралепименон, и в каких-то своих частях она была известна автором книг царей. Со 2 по 34 стих 9 главы говорится о жителях Иерусалима. Первые жители, которые жили во владениях своих по городам израильским, были израильтяне, священники, левиты и нефиннеи. В Иерусалиме жили некоторые из сынов Иудинах, из сынов Вениаминовых, из сынов Ефремовых и Манасиных. Здесь мы видим, что Иерусалим, как столица, имела разные диаспоры, что является особенностью каждой столицы. В ней представлены разные диаспоры. Здесь говорится, что люди были приставлены к разным служениям. Каким служением были приставлены священники, то есть потомки Аарона. Каким служением были приставлены левиты, те, которые не из числа потомков Аарона, но происходят от левия. Все, кто был привратником, например, сказано, всех их выбранных привратники к порогам было 212. Они внесены в список по селениям своих. Их поставил Давид и Самуил Прозорливец за верность их. То есть, оказывается, быть привратником, человеком, который охраняет вход в монастырь, в храм, это только за верность можно поставить человека на такое служение. Кстати, в патриотической литературе описывается о том, что некоторые люди всю жизнь были привратниками, не считая себя достойными вообще ступить на территорию того или иного монастыря. по своему глубочайшему смирению. И 23 стих. «И они и сыновья их были на страже у ворот дома Господня при Скинии». То есть привратник, который оберегает ворота, на самом деле он оберегает Скинию, то есть святая святых и тот ковчег завета, который там стоит. На четырех сторонах находились привратники, то есть где были ворота, там были привратники, на восточной, западной, северной и южной. Братья же их жили в селениях своих, приходя к ним от времени до времени на семь дней. То есть, возможно, речь идет о том, что они как бы поочредом менялись. Сии четыре начальника, привратников, левиты были в доверенности, они же были приставлены к жилищам и сокровищам Дома Божьего. То есть они верные люди и пользовались доверенностью. Вокруг Дома Божия они и ночь проводили, потому что на них и лежало охранение, и они должны были каждое утро отпирать двери. Одни из них были приставлены к служебным сосудам, так что счетом принимали их и счетом выдавали. То есть отношение было очень бережливое к этим сосудам. Другим из них поручено было прочее утварь и все священные потребности. Мука лучшее, и вино, и лей, и ладан, и благовоние. Почему подчеркивается лучшее? Потому что на храм дают именно лучшее. Из лучшего, как Авель приносит жертву, от первородных стада, от тука их. То есть из лучшего лучшее. А из сыновей священнических некоторые составляли мира, из вещества благовонных составляли мира, то есть они варили это мира. Матафий из левитов, он первенец Селума Коренина, верно было приготовляемо на сковородах. То есть приношение на сковородах тоже приготовлялось верным образом. Это хлебное приношение, которое они приносилися пред Господом. 33 стих. Певцы же главные в поколениях левитских в комнатах храма свободны были от занятий, потому что день и ночь они обязаны были заниматься искусством своим. То есть певцы освобождались от каких-то дополнительных обязанностей, потому что то, чем они занимались, воспевали в храме. Это как бы ангельское служение и самодостаточное служение. Это глава поколения левитских в родах своих главные. Они жили в Иерусалиме. Таким образом, в Иерусалиме жила колено Иудина, колено Вениаминова, ну не целиком, конечно, и левиты. А земли, на которых находился Иерусалим, это Вениамин, колено Вениаминов. И колено Иудина имел прямое отношение. С 35 по 44 стих говорится о предках и потомках царя Саула. Среди потомков здесь обозначен Инофан, о котором сказано «Саул родил Инофана». Инофан — это очень знаковая фигура в Библии. Это друг царя Давида. И когда кто-то читает, если в оригинале, Ветхий Завет, там интересная такая деталь, когда описывается Инофан до встречи с Давидом, имя пишется в определенной форме. А когда Инофан начинает дружить с Давидом, происходит расширение этого имени. То есть дружба с Давидом оказала такое сильное нравственное влияние на Инофана, что его духовные качества возросли, и как видимое проявление расширилось его имя. Потому что расширение имени — это как бы рост духовных качеств. Как и в случае с Авраамом, он стал Авраамом. Или Сара, по-еврейски «Сарай» — она стала Сара. И последний стих. «У Ацела шесть сыновей, и вот имена их. Азрекам, Бухру, Исмаил, Шиария, Авадия и Ханан» — это сыновья Ацела. Здесь мы видим разные имена, которые повторяют традицию имен. Имя Измайла здесь мы встречаем. Скорее всего, это связано с тем, что имена давали как раз, находя в прошлой истории персонажей с такими же именами. Как и сейчас оси ими дается, оно дается по святцам. Это то, что мы с вами сейчас смогли вынести из этой сложной девятой главы. Продолжение следует...